Приветствую вас, и вы знаете, мне понравился совет, который давал вам моя коллега, где она советовала вам постепенно включать мужчину в процесс ведения хозяйственных дел, но я думаю, что мужчина вам не оставляет возможности для этого. То есть, если он все время находится на работе, а вечерами он проводит время с друзьями, то он просто никогда будет как-то его постепенно включать в процесс. То есть, именно возможности для этого у вас будут отсутствовать. И вот данный нюанс, данная проблема, она кажется мне достаточно серьезной, потому что именно отсутствие диалога с мужчиной, отсутствие мотивации у него к тому, чтобы вести этот самый диалог, его нежелание как-то проводить время с вами и так далее, и именно это является основной проблемой. Пожалуй, я хотел бы начать с того, что спросить у вас в эксперименте следующее. За такой большой промежуток времени, за такой большой срок, вы уже 23 года вместе, это внушительный, внушительный срок, и я думаю, что вы молодец, что сохранили свой брак на протяжении такого большого количества времени. Но вопрос у меня заключается вот в чем. Вы говорите, что ваш мужчина много времени проводит на работе, запишивается с друзьями и так далее. А так ведь было всегда или нет? А какие-то моменты когда-то были по-другому? Или вы всегда, сколько себя помните, все делали по дому, а мужчина никогда вам не помогал? То есть, если когда-то было по-другому, то нужно себя спросить, что изменилось? Вот, и отбиранчер вам помогал, до какого момента? После какого момента перестал? Что на него так повлияло? Что на него так повлияло? Ведь если мужчина изначально делает что-то одно, потом делает что-то другое, значит, у него для этого есть стимул. Вы этот стимул не видите, поэтому, естественно, вы устаете, вы испытываете негатив и так далее. Но этот стимул, его меняющийся стимул, изменяющийся мотив для того, чтобы менять свое поведение, чтобы придерживаться какого-то определенного вида поведения, да? Вот это нужно выявить. Потому что, если вы поймете, если вы сможете понять, что мужчина удерживала, например, рядом с вами, ну, то есть, что мужчина удерживала для помощи вам, для оказания помощи вам, а потом перестала, то вы сможете направить свою деятельность на то, чтобы как раз-таки восстановить этот самый привлекательный аспект для мужчины, в том ключе, чтобы он вновь начал вам помогать. Следующий вопрос, который необходимо разобрать, это вопрос, связанный с тем, а если предположить, что такое было всегда, да, то есть, всегда мужчина вам не помогал, он всегда был на работе, всегда проводил вечера с друзьями, приходил поздно, да, то есть, всегда все завесы было на вас, то почему раньше за эти 23 года вы это терпели, вы с этим мирились, никогда ничего ему не говорили, а теперь вдруг, пусть и последние несколько лет, пусть последние годы, но тем не менее, чувствуете усталость и несправедливость, что изменилось? А с какого момента вы подчеркнули, что вам именно нужна помощь мужчины, что она вам нужна, что вы ее не получаете и без нее вам очень трудно? Этот момент тоже очень-очень важен, потому что вы пишете, что, значит, так, вы пишете, что не знаете, как найти компромисс, вы очень устали от этого. Вот с какого момента началась усталость, с какого момента вы начали ее чувствовать, ощущать, и, собственно говоря, когда она появилась, и что способствовало ее появлению? Можно так вам задать вопрос, потому что, если получится ответить себе на данные вопросы, то тогда вам будет более ясно, что происходит сейчас между вами, что происходит сейчас с вами вообще. Это то, что касается этих аспектов. Дальше. Предположим, что вам, ну, мы ответили на все эти вопросы, предположим, что вы действительно перестали справляться, и станут, что у вас были силы, теперь у вас, допустим, сил нет, это нормально, в принципе. И предположим, что вам нужна помощь, как мужчину заставить вам помогать, как мужчину заставить обратить на вас внимание. Собственно говоря, тот, этот аспект, он сложен тем, что, ну, для начала понять, а что вообще мужчине дорого? Что мужчине нужно, и что его может привлечь, завлечь, задеть, досыпить, что может обратить его внимание на вас? Потому что его поведение, при котором он находится за своими друзьями и проводит с ними время, не заинтересован в том, чтобы проводить время дома, свидетельствует о том, что, во-первых, он считает, что дома все без него и так будет хорошо, во-вторых, что он не очень заинтересован в проведении с вами времени, то есть ему не очень интересно, не очень хочется проводить время именно с вами. Это достаточно сложный момент, но, опять-таки, более иметь полное представление о характере ваших отношений, ваших взаимоотношений. Какие у вас с ним отношения? Теплые или напряженные? Есть какие-то конфликты, кроме этого аспекта? Решавьте ли вы эти конфликты? Нет. Если у вас с ним взаимо понимание по другим каким-то вопросам и в зависимости от этого уже формировать непосредственно стратегию поведения. Почему? Потому что, если мужчина, например, в чем-то нуждается от вас, но что-то не получается, такое бывает, такое может быть, к сожалению, то тогда вам нужно в обязательном порядке постараться ему это надо. То есть постараться обеспечить мужчине то, что ему непосредственно нужно для себя. То, что он хотел бы видеть вас, но не получает этого. То, что он хотел бы видеть вас, но не видит. Ладно, чтобы подумать, все, мужчина может испытывать потребности и обеспечить его этим. Это первый момент, первый, так сказать, вариант привлечения его внимания. А второй аспект, это аспект касается того, что мужчина слишком сильно уверен в том, что вы призначитесь ему, что вы никуда не денете, что вы будете с ним все время, в любом случае, в любом раскладе. И он обладает такой, знаете, расслабленностью. Он никуда не стремится, он не пытается вас, как-то делать, вам сюрпризы, вас удивлять, вас баловать, вас радовать и так далее. Соответственно, он уверен в том, что вы далеко и полностью принадлежите ему и все будете там делать по дому и так далее, и так далее. То есть, что выйдет у хозяйка, вы сидите дома, он за вас занимается всем, чем нужно, и, значит, значит, его все устраивает. Соответственно, в этой ситуации вам нужно показать, что если вы не получите от мужчины соответствующую помощь, соответствующую поддержку, знаки внимания и прочее, то вы можете получить это у других людей, у других мужчин. Для этого нужно показать, что вы не будете его ставить, что вы не будете постоянно обердаться в его помощи, что вы точно хотите общаться, точно хотите развлекаться, точно хотите как-то жить другой жизнью, не только жизнью ради детей, жизнью жены и жизнью, собственно говоря, родителей, а также как хозяйки. Если он увидит, что он может вас потерять, если он увидит, что вы готовы менять свое жизнь, если он увидит, что вы начинаете обращать внимание на, допустим, других мужчин, если он увидит, что вы начинаете вести себя более свободно, то он испугается вас потерять. И при наличии чувств к вам он начнет больше обращать внимание на вас, соответственно, больше проводит время дома и, соответственно, будет вам помогать. Если чувств нету, и он в ответ на ваши поведения начнет вас лишь только обвинять во всех, допустим, грехах, да, то тогда он огласит о том, что с его стороны отсутствует какие-либо чувства и вам в этой ситуации делать что-либо совершенно бесполезно. То есть, что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, мужчина попросту не заинтересован в том, чтобы вас слушать, чтобы вы были услышаны, потому что у него просто нету никакого желания что-либо для вас делать. И если у человека желания нету и стимула нет, и нет никаких условий для того, чтобы этот стимул появился, то вы сделать ничего не можете. И вам уже тогда придется решать вопрос примерно таким образом, а стоит ли вообще продолжать такие отношения, то есть, устраивает ли вас такое отношение мужа или нет. В конце концов, двое детей взрослых, имущество какого-то совместного наследия, но если мужчина не помогает вам и никак не участвует в вашей жизни, у всех детей, то, соответственно, можно подумать о том, чтобы развести. А может быть мысли о разводе, желания о разводе его отрезвят, и он равно будет вам как-то помогать. На этом все. Я старался вам помочь. Надеюсь, что у меня это получилось, хотя бы частично. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!